Мы получили Vox файл, то есть файл установленной виртуальной машины. Ну и теперь мы можем развернуть ее. Значит, вот у нас первая лабораторная, вторая часть это Vagrant. Давайте мы скопируем туда файл наш. F6 перенесли. Вот у нас наш файл. Это наш makefile. Что у нас тут? Мы устанавливаем тут плагины в начале. И после этого добавляем, сначала мы добавляем файл в виртуалбокс, то есть в список виртуалбокс. Тогда виртуалбокс может с ним работать. И потом плагины автоматом подключаются. Тут у нас плагин Vagrant VB Guest. Это плагин, который проверяет, что стоит и работает драйвера для виртуалбокса. Ну и дальше вот запуск сервера. Значит, у нас сервер App, Client App это просто запускает. А дальше, когда вы хотите модифицировать ваш файл, тогда нужно запускать стадию Provision, когда у вас отрабатывают все скрипты. Ну давайте мы запустим. Да, вот. Здесь будем запускать. Make help. Вот первое сделаем addbox. Addbox. Вот мы добавляем, распаковывается наш файл box и добавляется в виде виртуальной машины к виртуалбоксу. Ну вы box файл, естественно, не уничтожаете. Если у вас что-то случится с виртуальной машиной, вы ее замените. Дальше мы должны запустить сервер. Давайте сервера запустим. Клиент будет запускаться так же. У нас, смотрите, сервер App, мы просто его запускаем. Поскольку он до этого не работал, то он выполняет Provision вначале, а потом запускается. Provision выполняется однократно. И если мы хотим еще раз делать Provision, тогда мы запускаем сервер Provision. Значит, мы делаем это в виде make-файла, а не в виде запуска программы Vagrant, для того, чтобы у нас все образы находились вот в этом конкретном каталоге. Они помещались в домашних каталогах, там, где обычно они помещаются. Дело в том, что на компьютерах дисплейных классов у нас домашний каталог находится на AFS, и, соответственно, там места просто для этих образов не хватит. Сервер App. Вот он плагин ставит. и начинает, импортирует бокс. Создает виртуальную машину с общей базой. Так что для нее создается два наследующих на базе этой виртуальной машины, два наследующих образа. Это сервер и клиент. И изменения у них пишутся отдельно. Запускаем. Запускаем. Вот у нас пошла проверка, что установлен и правильно работает драйвера к виртуал-боксу. Достаточно удобный плагин. Если виртуал-бокс старый, драйвера стоят в образе, то он устанавливает более свежие драйвера, чтобы совпадали версии. Теперь у нас provision происходит. Вот. Вот. Значит, у нас запустилось до того, как он provision сделал на имя хоста, поэтому тут старое имя хоста, а не сервер. User сделалось. Мы заходим. Так. Континюю. Чтобы нету сессии. Так вот он запускается. Значит, не всегда он нормально отрабатывает. Вот так вот отключим. Мы еще раз подгонять размер экрана гостевой ос. Сделаем. Вот он. Растянул. Ну, сэнкс. Вот наш развернутая операционная система. Вот видите, все. User, hostname, username. Вот тут уже новое название. Ну вот, собственно, у нас развернулся наш сервер. На этом мы можем завершить. Так, давайте мы выключим. Так, давайте мы посмотрим, что у нас тут за файлы. Значит, makefile мы уже посмотрели. Он служит для того, чтобы запускать в текущем каталоге все. То есть основная идея то, что вот тут очень много переопределения переменных для того, чтобы все файлы находились рабочие в текущем каталоге. Можно их сделать глобально, но тогда поменяется вся структура вашей установки. То есть ваша лабораторная может помешать всем установкам в вашей системе. А тут они работают только на время работы скрипта. Значит, backgroundfile. Ну, это, собственно, основной наш файл. Вот у нас основная конфигурация. Provision.default находится. хостнейм он меняет каждый раз там, вагрант при установке и при перезапуске мы его, поэтому вручную задаем always, то есть при каждом запуске он проверяет установку хостнейм. Это пользователя он создает. Это пустой скрипт просто для демонстрации. это он для всех запускает. Дальше мы смотрим сервер. Так. задаем видеопамять сеть натовскую клипборд acceleration то же самое для хоста. И у сервера, и у хоста есть свой провижен. вот у сервера у нас тут провижен даме, у клиента провижен чуть да, у него тоже пустой файл провиженга и роутинг, чтобы он работал по умолчанию через внутреннюю сеть, а не через наружнюю, то есть как бы он находился внутри нашей сети. Так, ну вот и все. Так, и вот у нас провиженг, вот у нас виртуальные машины, расположено тут провиженг, вот дефолтный даме, как видите, просто пустой файл, хостнейм, тут мы задаем хостнейм на базе вашего пользователя, юзернейм, и вот юзернейм, вот тут вы задаете своего пользователя, вот вместо юзер вы пишете свое имя, первая буква имени и отчества, и фамилия, и пароль, сложный пароль, вряд ли стоит задавать, вот это ваш пользователь, будет видно, что это ваша работа, опять для сервера пустой файл, заготовка, и для клиента, вот пустой файл, заготовка, ну и роутинг, это тоже менять его смысла нету, да, таким образом, все, что нужно в этой лабораторной работе, это поменять пользователя, задать своего пользователя перед запуском, ну вот, давайте я могу задать своего пользователя, вот пользователь, значит, вот, и запущу make, пользователь, поскольку мы поменяли, provision сделаем, ну и вот после этого должен появиться новый пользователь там, естественно, тут запуск быстрее, после каждой лабораторной работы, когда вы сделаете, чтобы показать, что у вас работает принцип инфраструктуры как код, вы выполняете сервер дестрой клиент дестрой и заново запускаете сервера и клиента уже с измененными конфигурационными файлами ну вот видите появилось осталось старое мы давайте залогинимся терминал давайте допустим терминал и вот видите поменял ну вот пожалуй и все да ну я в ну Продолжение следует...